Первый кризисный покой для Ахвяр-Сямин и Гагвалта у центра столицы открылся маль год тому. Однако в просторной, обсталяванной кватере Амаль никто не корыстается. Меж тым лета, по офицейных данных, Ахвярами хатнига насилля стали больше за 250 человек. Чему кризисный покой простоевая, разбирался Александр Хоровец. Кризисная наша комната оборудована и оснащена всеми необходимыми средствами для домашнего проживания. Это и сейф для хранения документов, денег и ценных вещей. Постельное белье, которое выдается любому человеку, который поместился к нам. Татьяна Радевич, директор кризисного покоя, подробязно рассказывает о послуге, которые тут оказывают потерпелым от хатнига Гагвалту. Открывся ее на маль год тому, это одинная пляцовка в городе, однако за эти часы ее послугами скорысталась только одна семья. Кризисный покой, хотя это и часовый притулок, однако находиться тут можно фактично до выражения конфликтной ситуации у семьи. Усяго тут три жилые обсталеванные помешкания, где однодчасово могут проживать три семьи. Кризисной кватера, якая пустая маль год, затекавилась генеральная прокуратура. По словам специалистов ведомства, причина – отсутствие межведомостного супрацовництва. В эту комнату должны помещаться жертвы насилия по направлению органов внутренних дел, учреждения здравоохранения, социального обслуживания комитета по труду. Однако не до всех доводилась эта информация, и в результате не все знали возможности помещения в эту комнату. Хотя мне кажется, что при принятии всего комплекса мер данная ситуация была бы изменена в лучшую сторону и положительно бы сказалась на изменении криминогенной обстановки. Супрацовники ж центра стверджают, причина худше в менталитете горожан. По статисты, цехать не хвалт у 70% выпадков отбывается у звычайных семьях. И люди не жадают выносить сварки за межи кватеры. А кроме этого присутничает страх и у тым, что разлованный муж может найти семью, и тогда без нового скандала не обыститься. Хотя у центра гарантуют конфиденциальность и безопасность. Здесь у нас находится выход в общественный пункт правопорядка, и условия любой жертвы максимально защищены. Тревожная кнопка у нас присутствует. Вы видели сами ролеты на окнах, решетки. То есть ничего не помешает здесь спокойному и благополучному проживанию. Есть такое еще понятие, существует как агрессор. Чтобы агрессор не мог узнать, прийти, и, в общем-то, оказать еще какое-то более тяжелое давление на свою супругу, или кого-то, ну, в общем, кого он подверг насилию, значит, адрес должен оставаться всегда строго конфиденциальным. А кроме обеспеченного проживания, кризисным покоям оказывают и психологичную допомогу. Психолог, который сегодня даст грамотную консультацию по семейным отношениям, поможет выйти каждой семье из кризисной ситуации, поможет стать на путь примирения. Кроме того, в городе, осуществляя свою деятельность, успешно функционирует Минский городской центры социального обслуживания семьи детей. По слухе по часовым проживаниям в столице, а хверам домашних агвалту, а кроме кризисного покоя, бесплатно оказывают еще пять громадских объединений. Звернуться под опомогу можно по номеру телефона, який зараз на ваших экранах. Линия працует круглосуточно. Александр Хоровец, Александр Каранкевич, агентство Телиновин.